Аварийно-спасательные работы на реке Сайма близятся к завершению. Специалисты выкачали порядка 30 кубометров жидкой фракции нефтепродуктов. Их убрали в пятницу и субботу. Сейчас собирают поврежденный грунт с берегов водоема и загустевшие остатки. Основная часть работ к этому моменту уже выполнена. Главный источник загрязнения ликвидирован. Зачистка продолжается. Последствия будут устранять в течение еще нескольких дней. За счет раннего начала операции по удалению Сайма отработанного машинного масла, попавшего в реку, большого ущерба для экологии удалось избежать. В связи с тем, что оперативно собрали всю нефтеводную эмульсию, которая была сверху, ну это вот пленка, ущерб как таковой нанесен минимальный. Если бы это стояло, конечно, подольше, это было бы хуже намного. Свидетелями того, как в Сайму льются химикаты, стали жители города. Они сообщили об этом спасателям и разослали видеозаписи в соцсети. Реакция последовала незамедлительно. Специалисты выставили боновые заграждения, ограничив распространение масляного пятна по водоему. Силовики и чиновники обнаружили место слива отработанного масла в ливневый коллектор. В выходные там работала спецтехника, с помощью которой колодец прочистили. Виновников экологического ЧП ищут. Им грозят штраф и возмещение расходов по очистке водоема. Это несколько сотен тысяч рублей. Сейчас все силы брошены, чтобы все-таки поймать негодяев и наказать. Потому что, очевидно, каждый год в одно и то же время практически такая ситуация происходит. Администрация не может контролировать все люки на территории города. Конечно, это получается чья-то злая воля. Возможно. Но будем разбираться и, как говорится, следствие все покажем.